Рад приветствовать вас дорогие зрители. Мы на канале Анапчане. С вами Максим. Анапа. Вечер 29 июня 2023 год. Сегодня Анапа во вторую полную дня испытала очередной удар стихии. Был ливень. Хорошо, что он был в принципе недолгим. Как видите, это у нас улица Горького рядом с посещением с улицы Гребенской. Здесь полно луж. Но уже светит солнце, просвечивает. И облачность уже потихоньку рассеивается. После ливня похолодало где-то градусов на 8. Было в первую полную дня 26 в тени. Вот сразу после ливня стало где-то около плюс 18 градусов в тени. Сейчас уже снова где-то плюс 20. Потихоньку уже температура воздуха восстанавливается. Как видите, уже тротуар начинает потихоньку высыхать постепенно. Я сейчас шел по улице Крымской. И там тоже на перекрестках большие лужи. Прямо-таки некоторые лужи подтопили полностью пешеходные переходы. Но это вот на то время пока что вода не сошла. Вода сойдет и снова будет все в порядке. И кто хоть раз приезжал в Анапу на отдых и заставал в Анапе более-менее такой ощутимый ливень, тот знает. Вот в центре курорта у нас улица Гребенская. Одна из основных улиц, по которой стекают потоки воды после обильных ливней в Анапе. Здесь, видите, тоже сегодня достаточно много луж. Небольшие потоки по-прежнему текут, хотя ливень закончился уже 2 часа тому назад примерно. Торговля здесь продолжается до самого позднего вечера, пожалуй, до ночи. Даже газоны подтопило, видите. Вот здесь тоже, смотрите, уже на подходе к набережной. Какие лужищи. Вот здесь у нас, видите, многоступенчатая милоуровенная система ливневой канализации. Вот это уже непосредственно перед пляжем такая мощная канализационная система. Это у нас лаунж-зона. Видите, здесь тоже много воды. На море сегодня такой достаточно ощутимый прибой вечером. Жижа хлюпает. Вместе со звуками прибоя можно слышать, как вот эта зеленая жижа хлюпает. И, видите, морские качели там тоже. Тина вот эта свисает прямо кусками. Ну и люди ждут сегодня вечером море погоды. Проблема обилия тины на стране пляжа очень актуальна. Вот, посмотрите, прямо творится что-то невероятное. Видите, тина здесь на берегу валяется прямо обильно. В ней отдыхающие делают проходы. Как-то пытаются проходить. Вот возле кромки воды тоже есть проход. И в Анапе в ходе утреннего перштаба режима снабжающих организаций депутат законодательного собрания края, Алексей Аксенов, отметил необходимость усиления санитарного контроля за туристическими местами и видовыми локациями. В частности, вот, допустим, центральный пляж Анапы – это же, ну, одна из прямо-таки визитных карточек города-курорта. Должна быть правильно. Но посмотрите здесь, какая жесть творится, какая жесть происходит. И почему плохо убирают здесь тину, почему здесь мы видим то, что видим, вот эту жесть. Ну, потому что, вот я так понимаю, насколько я себе представляю всю эту ситуацию, потому что у нас на курорте Анапа нет хорошей современной техники, специализированной для уборки тины. То есть вот тракторами вот так вот вывозить на берег, вот эту тину могут, чтобы она здесь подсушивалась. Видите, она здесь с песком перемешана. А качественно убирать прямо с мелководья, чем-то там специализированным, специализированной техникой не могут, потому что этой техники элементарно нет. Да, на планете Земля такая техника существует. Если вы, допустим, посмотрите, поинтересуетесь, как убирают тину в некоторых других странах на пляжных курортах, там вы увидите такую прогрессивную технику. Но до Анапа она не доезжает, потому что, судя по всему, производство такое мелкосерийное. Нужно специально оформлять заказ. И я думаю, что вот прямо-таки сейчас этим заниматься точно уже никто не будет. Так что остается ждать лучших времен и надеяться, что тины не будет чрезвычайно много. Да, причем, ребята и девчата, это все еще и воняет, как ко всему прочему. Мало того, что это здесь лежит, вид портит, это еще все и воняет. Пока цвет зеленоватый вонь не сильная, но когда нагрянет жара, вонь будет сильная и цвет станет черный. Поэтому все это нужно активно выгребать, вывозить, чтобы не препятствовать отдыху на центральном пляже. Проход на причал выглядит жутко. Здесь из-за активного прибоя весь засыпан тоже тиной. Это все свисает с причала. Жесть. Болото центрального пляжа. Кстати, прогноз погоды на Анапу обещает то, что с 4 июля в Анапе будет конкретная жара. От плюс 30 до плюс 35 градусов. С 4 по 9 июля. А до 3 июля будет жара умеренная. Днем будет 25 градусов в тени, 28, 29. Но в реальных прежних условиях прибавляем еще несколько градусов. То есть до 4 июля будет без избытка жара, после 4 будет с избытком. Если кто-то еще интересуется, если кто-то еще не знает, почему же такая напасть у нас в Анапе. Вот такая тина в огромном количестве. Это, кстати, не камка. Если кто-то говорит вам из блогеров, что это камка, не верьте. Камка выглядит совсем по-другому, а просто эти блогеры не разобрались. Камка это взморник, морская трава, зостера марина. Это тина, кладо фарабродячая. Два совершенно разных вида. Почему такое происходит? Сливы очистенных, вот, с очистных сооружений. Но эти сливы как раз-таки служат хорошей подпиткой. Удобрение полей. Течет с рек. Всякие вот эти, какие там бывают удобрения, фосфатные удобрения. Например, моющие средства. То есть, в общем и целом, если так резюмировать, просуммировать, мы с вами получаем на центральном пляже квинтэссенцию того, что сливается человеческой цивилизацией в море. Модернизация капитальная очистных сооружений в Анапе запланирована. Сейчас как раз-таки строится новый водовод. В будущем все это будет модернизировано. Ну, а после того, как произойдет модернизация, кстати, через сколько лет произойдет модернизация, мне пока что не ясно. Будем надеяться, что немного лет пройдет до этого знаменательного момента. И после модернизации, я думаю, мы с вами получим новый уровень очистки источных вод, когда уже будет гораздо меньше вот этих так называемых удобрений для того, чтобы образовывалась тина. Видите, даже вот волны, они не просто волны, они какие-то вот такие тинистые, затененные волны. То есть на всем протяжении, видите, тина, где больше, где меньше, но на национальном пляже этой тины прямо-таки полно. Мэр Анапы Василий Швец прогулялся утром 29 июня по параллели Витязева. Главное, на что было обращено внимание, это борьба с несанкционированной стихийной торговлей и фотоживодерами. Также было отмечено, что параллели ждут преобразования. В рамках средств курортного сбора к следующему сезону здесь планируется провести ряд работ, которые улучшат облик популярной территории, сохранив ее уникальную национальную идентичность. Ну, в принципе, параллели более-менее и так неплохо оформлено, но получается, что теперь она будет еще лучше выглядеть. Ну, это уже в следующем курортном сезоне мы увидим эти улучшения. И, кстати, по поводу средств, полученных в Анапе с курортного сбора. В этом году курортный сбор в Анапе составляет 30 рублей с человека в сутки. Уже есть статистика то, что в Анапе отдохнуло по состоянию на сегодняшний день больше полутора миллионов человек в этом году. И куда расходуется обычно средства с курортного сбора? Вот, допустим, на средствах с курортного сбора были установлены 14 туалетных модулей бесплатных на всем курорте Анапе. Ну, в основном вот в центре, в районе набережного высокого берега. На эти же деньги, я так понимаю, осуществляется их поддержка. И люди в комментариях часто пишут, что все равно бесплатных туалетов и вообще доступных туалетов в Анапе недостаточно. Вот, допустим, на астральном пляже, да и на других пляжах, туалеты платные. Хотелось бы для красоты и удобства нахождения на курорте, чтобы и на пляжах, в частности, на астральном пляже, туалеты были бесплатные. То есть их как-то нужно организовать, новые модули, скорее всего, поставить. И я думаю, и вот со мной многие согласятся, что как раз-таки вот на обеспечение функционирования именно бесплатных туалетов нужно в первую очередь направлять средства от курортного сбора. Но, вот насколько мне известно, в прошлом, кажется, году на средства от курортного сбора был благоустроен сквер Субсехи. Но если я ничего не путаю, ну, вроде бы так оно и было. То есть сквер, который находится на территории одного из населенных пунктов города-курорта Анапа, муниципального образования города-курорт Анапа, там-то, в принципе, особого курортного значения Субсехи не имеет, потому что там массово люди не останавливаются на отдых, но только в единичном порядке, кому нравится добираться из одного из ближайших пригородов Анапы, там, в центр города или в другую сторону, в Суко, или в Утриш. Ну, конечно, удивительно то, что средства, полученные со сбора, собранные с отдыхающих, направляются на улучшение не курортных сел. Как вы считаете, это нормально или нет? Мне кажется, что-то все-таки, что-то здесь не так. Но, в принципе, вот во многих других случаях курортный сбор, средства с курортного сбора расходовались именно на курортную инфраструктуру. Но все-таки прямо-таки туалеты на пляжах, я считаю, что то, что должны быть бесплатными, и нужно как-то вот в этом направлении администрация Анапы более активно работать. Напишите ваше мнение в комментариях, как вы считаете. Вот обратите внимание, здесь после сильных ливней, вот в этом месте размывает у нас центральный пляж, сегодня мы каких-то сильных размытий не видим. То есть ливень был сегодня такой интенсивный, не самый сильный и вообще непродолжительный. Это у нас выход с центрального пляжа в сторону Центрального парка развлечений и аттракционов. В продолжение подведения итогов сегодняшнего массового рейда администрации и различных ведомств, В Витязево на нарушителей законодательства составили 10 протоколов. Сотрудникам мэрии совместно с полицией осуществлен совместный рейд по соблюдению правил благоустройства и соблюдения действующего законодательства Российской Федерации на бульваре Паралия и на пляже Витязева. В ходе мониторинга комиссия проверила документы шести иностранных граждан. Нарушение миграционного законодательства Российской Федерации не выявлено. Зато выявлены факты незаконной торговли на пляже и бульваре. По итогам рейда составлено 10 протоколов. Обратите внимание, это у нас участок центрального пляжа уже рядом с центральной набережной. И здесь мы массовой тины в воде возле берега особо не видим. И вот на берегу тоже ее нет. Ну, тина здесь тоже есть, но она здесь не массово находится. Так что вот центр центрального пляжа, там прям вообще все плохо. А здесь получше, на удивление. Это у нас центральная аллея, центрального парка вращения тракционов. Гуляет вечером много людей. Кое-где видны лужи. Но, как видите, уже плитка в основном высохла в центральном парке. Колесо обозрения вращается. Стоимость 350 рублей с человека прокатиться на колесе обозрения. И если надумаете, рекомендую кататься как раз-таки на закате. Наиболее эффектные виды получаются. Другие тракционы тоже работают. Люди гуляют. Вот здесь в парке видны лужи. А вот у нас знаменитая белая шляпа. Традиционная очередь для того, чтобы сфотографироваться в курортный сезон. Здесь тоже небольшая лужица сегодня перед шляпой. Но лужи пробираются и успешным образом фотографируются. Сфотографировался с белой шляпой. Значит, подтвердил свое присутствие факт отдыха в Анапе. Вроде так считается. А вот аттракцион «Формула-1 Автотрек» сегодня вечером не работает, потому что трасса мокрая. И после дождей машинки сильно заносят, чтобы не было всяких нештатных ситуаций. Аттракцион после дождей закрывает. Это у нас улица Горького в районе летней эстрады, в районе центральной площади. Вот у нас цветомузыкальные фонтаны на центральной площади. Как видите, здесь тоже много людей. Некоторые люди поднадели к вечеру рубашки потеплее, самые легкие курточки и фотографируются. Здесь на фонтанах тоже, кстати, классные фотки получаются. И, кстати, вот в Анапе действует инновационная система умных камер, которая объединена в сеть и может активно использовать распознавание лиц. И вот теперь такая система, судя по СНИВУ, будет внедряться на всей территории Краснодарского края, чтобы жителям и отдыхающим было комфортно и безопасно на территории всех муниципалитетов Краснодарского края. Вот самый главный центральный фонтан Анапы. Какой большущий, видите? Кстати, весьма ресурсоемкий этот фонтан, но очень эффектный. Красота. Кстати, фонтаны в Анапе очень хорошо подходят. У нас же курорт морской, черноморский. И вот фонтаны, они как раз-таки дополняют вот эту водную стихию. Как вам кажется? Можете написать свое мнение в комментариях. Красивые фонтаны в Анапе? Вот, друзья, такие у нас в Анапе новости. В одном из предыдущих репортажей мы вместе с Натальей выехали от центра Анапы за 3 километра в сторону Джимоте. Вышли, искупаясь в чистейшем море. Так что, если вы будете настойчивы в своих поисках чистого моря в районе Анапы, дерзайте. И вы обязательно чистое море найдете. Ну, а по поводу мест, по поводу пляжей, на которых в конкретный день есть чистое море, нет тины, можно узнавать в нашем телеграм-канале. Оперативно ссылка на наш телеграм-канал есть в описании к этому видео. Так что, переходите, подписывайтесь и будьте всегда в курсе всех важных курортных событий Анапы. Друзья, ставьте лайки этому видео. Кто впервые на канале, смело подписывайтесь, делайте репост, пишите ваше мнение в комментариях по поводу всех тем, которые мы затронули в сегодняшнем обзоре. Меня зовут Максим. Желаю всем добра, желаю всем мира. Все. Покедова. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok